Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Итоги прошлой недели мы начали с разговора о тарифах. Тогда вопрос о том, сколько должен стоить проезд в городских автобусах, обсуждали депутаты и представители ветеранских организаций. И те, и другие абсолютно ожидаемо отнеслись к инициативе администрации поднять цену билета до 27 рублей с прохладой. Представители пенсионеров понимают, какой это будет удар по кошельку пожилых саровчан. Народные избранники тоже не спешат давать росту тарифов в зеленый свет. Избиратель таких вещей не забывает. Поэтому вопрос о повышении цены проезда решили детально рассмотреть и проработать с участием всех заинтересованных сторон. Ветераны свое слово сказали, но стал черед самих перевозчиков. В минувший четверг на очередном заседании Думского комитета свою позицию по тарифному вопросу озвучил директор Горавтотранса. Качественная услуга не может быть дешевой, уверен директор Горавтотранса Игорь Кузнецов. Цена 25 рублей за проезд хоть и не позволит значительно повысить уровень работы предприятия, но по крайней мере даст возможность функционировать без сбоев. Это повышение тарифа принесет предприятию дополнительно полтора миллиона рублей в месяц. Чтобы услуга была качественная, она не может быть дешевая. Мы должны это понимать. Я хочу, чтобы наши граждане ездили в теплых автобусах, в чистых автобусах и желательно в обновленных. И, наверное, и граждане этого хотят. Поэтому мы вместе должны подумать и все-таки принять правильное решение. А правильное решение по предложению администрации сегодня звучит так. Проезд в автобусе за наличный расчет 25 рублей, за безналичные 22 и в случае приобретения абонементов 20 и 21 рубль за одну поездку. Казалось бы, цена в 25 рублей коснется мало кого. Во-первых, льготников повышение тарифа не затрагивает. Во-вторых, чтобы экономить, можно оплачивать проезд банковской картой или приобретать проездные. Но не все так просто. Например, от абонементов горожане все чаще отказываются. Они перестали покупать проездные билеты даже для своих детей, для школьников. Потому что дождаться автобуса невозможно. И они садятся все в маршрутку и едут на маршрутках. Что вы будете делать, если повысится цена? Они говорят, а мы тогда на автобусах ездить не будем. Потому что их надо долго ждать, и частники все равно сделают дешевле. И мы будем все ездить на маршрутках. К дифференциации по принципу оплаты у депутатов тоже возникли вопросы. Еще далеко не все автобусы Горавтотранса оборудованы терминалами. Плюс к этому, одна и та же услуга, по мнению народных избранников, не может стоить по-разному в зависимости от того, каким образом ее оплачивают. Это просто дискриминация населения. По признаку платежной системы. Где вы в магазин продуктовый приходите, вам говорят, за наличку вы больше или меньше заплатите? Вы откуда это взяли вообще? Что делать? Вопрос философский. Чтобы горожане выбирали автобусы Горавтотранса вместо частных маршруток, нужно полностью пересматривать маршрутную сеть, сокращать интервалы движения и выводить на линию больше транспорта. Об этом на протяжении последних лет из раза в раз говорится на всех заседаниях с участием МУПа. Но дальше разговоров дело не заходит. Горавтотранс обходится городской казне в 90 миллионов в год. А саровчане, между тем, все меньше пользуются его услугами. Это мертвому припарку, вот это вот, повышай на 20 рублей, на 30. Вот пока не будет тариф 45 рублей, реальный, который у вас существует, там 45-50 рублей, ничего у вас не изменится. Но никто на все равно, ну как Игорь Юрьевич сказал, никто не поедет на этот автобус. Чтобы Горавтотранс жил, нужно сделать так, чтобы они были прибыльны, сами себя окупали, эти 100 миллионов могли сами заработать. Стакан он один, понимаете, перевозок больше не будет. А вы мне отдали 60% этого стакана с частным перевозчиком. Тариф 25 рублей депутаты не приняли и предложили администрации выйти с новыми цифрами. Цена при наличной оплате 22 рубля, при безналичной 20 и 19 и 18 в случае с проездными. Повышение стоимости проезда по планам должно произойти с 1 ноября. К обсуждению депутаты вернутся уже в понедельник. А вот вопрос о повышении коммунальных тарифов вынесен на заседание Думы. Как и в прошлом году, администрация города решила обратиться к губернатору с инициативой об увеличении предельного индекса роста тарифов. По области он составит 4%. В Сарове, если губернатор инициативу поддержит, рост может составить 6,5% с 1 июля 2019 года. Интегральное повышение предельного индекса происходит за счет предложенного увеличения тарифа на водоотведение почти на 16%. Этот рост тарифа обосновывается имеющейся на предприятии инвестиционной программой, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и согласованной с РСТ. Инвестиционная программа Горводоканала предусматривает в 2019-2020 годах работы по реконструкции очистных сооружений и систем водоотведения на сумму порядка 90 миллионов рублей. Если повышение тарифа не поддержит, по словам Сергея Репина, придется отказаться от большей части запланированных мероприятий. Все это растягивается. Естественно, веленная программа не выполняется, надо ее корректировать в сроки совершенно непонятные и короткие. В прошлом году тогда еще в Рио губернатора Глеб Никитин не поддержал решение о превышении предельного индекса роста тарифа. И в июле стоимость коммунальных услуг в Сарове выросла, как и по всей области, на 4%. Насколько больше мы будем платить в следующем году, узнаем совсем скоро. Еще одним резонансным событием минувшей недели стало обсуждение дальнейшей судьбы бань заречных. К сожалению, так получилось, что еще в мае она закрыла свои двери. По банальной причине. Здание пришло в негодность, а для ремонта нужны немалые деньги, которых, как известно, вечно не хватает. Сначала баню закрыли с формулировкой на летний период. Затем здание решили выставить на продажу. Вот только желающих приобрести помещение не нашлось. Поэтому в минувшую среду депутаты вновь вернулись к обсуждению судьбы заречных бань. Заречные бани дважды выставляли на продажу. Объявленная стоимость – порядка 19 миллионов. На эти деньги руководство МУПа планировало привести в порядок две других бани. Но покупателей не нашлось. Денег нет, а здание Назернова-20 по-прежнему закрыто. И в ближайшее время, похоже, открыто не будет. Для того, чтобы баню открыть, необходимо выполнить мероприятие по устранению доивка всего остального в порядке 8 миллионов рублей. То есть это-то обсчитано. Где деньги взять? 8 миллионов только на устранение предписаний СЭС. Чтобы полностью отремонтировать заречные бани, по приблизительным подсчетам, нужно 40 миллионов. Немалые средства нужны и на ремонт боровых и центральных бань. За текущий год в них проведены косметические работы на миллион рублей. Где-то подлатали, где-то подкрасили. Но общей картины это не изменило. Сделано, проведено, я еще раз говорю, очень много вот таких вот мелких работ, которые в общей массе, они, может быть, и незаметны, потому что это надо делать комплексно. На комплексный ремонт нужны средства. И опять вопрос, где взять деньги. Надежд на самоокупаемость, по мнению Ирины Назаровой, нет. Посещаемость бань неуклонно снижается с 2004 года. Сегодня боровые бани загружены лишь на 30 процентов. Центральные чуть больше, на 45. Прирост произошел за счет бывших посетителей бань заречных. Если даже вот вдруг произойдет чудо, и выделят нам 40 миллионов на ремонт бани заречной, это не решит проблему, потому что две другие бани, они также нуждаются в ремонтах. То есть нам и загрузка бани, она не увеличится. Впрочем, именно на это чудо, что найдутся средства на ремонт заречных бани, рассчитывают жители нового района. Летом они написали в администрацию города обращение с просьбой оставить бани. Под ним поставили подписи около 700 человек. Район растет, очень большой район. И баня, как бы, нуждается в этой бане очень много народа. Зря говорите, что в эту баню мало народа ходило. Зря. Район вырос, и молодежь ходят. Не все могут себе позволить сауну за 1700. Сделали программу, разработали мероприятия, провели мониторинг, все исследовали, опросили людей, а потом предложили какие-то решения. А не так, что давайте закроем, и ребята, и потом, как говорится, ну, закрыли. Значит, не продали. Дальше что вы будете делать? Зрагон другую закроют. Другую закроют. Выслушав все аргументы, депутаты решили обратиться в администрацию города с вопросом о возможности финансирования бань Сарова. Получив ответ, народные избранники планируют вернуться к обсуждению судьбы заречных бань. Ну а пока здание Назернова-20 по-прежнему остается закрытым. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. В середине ноября в Сарове стартует экспериментальный проект под названием «Везде театр». Это попытка найти новые формы современного искусства, а также максимально сократить расстояние между актерами и зрителем. В качестве основной площадки организаторы проекта выбрали городской музей. Через две с половиной недели там можно будет увидеть эскиз спектакля по пьесе Ивана Ворыпаева «Уфо». Буквально несколько минут назад городской музей покинула очередная экскурсионная группа. Выставочные залы опустили, и у артистов Саровского драматического театра есть время исследовать пространство. Первым показом проекта «Везде театр» станет эскиз спектакля по пьесе Ивана Ворыпаева «Уфо». «Мы хотим расширить рамки и границы театра в городе, буквально выйти за формат сценического пространства и предложить совершенно иную форму общения со зрителями». Та самая иная форма общения со зрителем будет решена с помощью нетипичных театральных приемов. Сцена зала городского музея, зритель будет путешествовать по ним вместе с героями пьесы. «Автор проехал полмира, от США до Австралии. Он нашел и записал истории реальных людей, имевших контакт с НЛО». Участники проекта стараются не раскрывать тонкости подготовки и содержания постановки. Даже на съемках тизера минимум информации ясно одно – речь пойдет об НЛО. Зрителям расскажут несколько историй о людях, вступивших в контакт с внеземными цивилизациями. «Это новая форма, которую не привык видеть саровский зритель. Это близкий контакт с зрителем, очень близкий. То есть он видит все твои эмоции вот здесь и сейчас». Автор идеи Евгений Цапаев отобрал для проекта «Везде театр» три пьесы современных драматургов и решил, что персонажи Ивана Ворыпаева отлично впишутся в интерьер выставочных залов городского музея. Форматы места показа следующих эскизов держатся в секрете. «Театр – это не место, театр – это искусство, это девиз нашего проекта. Мы хотим показать и доказать не только себе, но и зрителям, что театр может быть абсолютно универсальным и не иметь никаких рамок». Показ первого эскиза проекта «Везде театр» пройдет 15 ноября в городском музее. Билеты на постановку по пьесе Ивана Ворыпаева можно взять в кассе Саровского драматического театра. Вход свободный, количество мест ограничено. Как правильно заполнить анкету? Каким должен быть средний балл в дипломе? Участие в каких олимпиадах может сыграть роль для тех, кто хочет пойти на работу в ядерный центр? Наш город посетила делегация студентов Национального исследовательского университета МИФИ. Будущие физики, программисты и математики получили уникальную возможность встретиться с руководителями подразделений и напрямую получить ответы на все интересующие их вопросы. Дмитрий Лебедев родился и вырос в Арзамасе. В нашем городе никогда не был. Окончив школу с отличием, поехал учиться в Москву. Уже на первом курсе ребята посоветовали записаться в проект в гостях у будущего работодателя и съездить на собеседование в Саров. Спустя два года молодой человек воспользовался этим советом. Моя специальность – ядерная физика и технология. Я выпускаюсь, в дипломе будет написано, что я инженер-физик. Как я понимаю, в принципе, у меня будет узкая специальность, связанная с экспериментальными методами ядерной физики. Ну, там связано это с детекторами, с излучением, с ускорителями и так далее. Выбор этого жизненного пути у Дмитрия осознанный. После школы он долго думал учиться в родном городе, ехать в Нижний Новгород или пытать счастье в столице. Вскоре подал документы в Москву и вот уже три года, с каждым днем все больше погружается в то, с чем решил связать свою жизнь. То, чем я буду заниматься, мне нравится. Ну, я заинтересован на данный момент. И чем глубже я погружаюсь в предметы, которые по специальности, мне начинает еще больше нравиться. Собеседование в Сарове для Дмитрия – отличная возможность не только посмотреть закрытый город. По словам молодого человека, здесь есть множество вариантов проявить себя как специалиста и, возможно, даже сделать какое-то научное открытие. А встреча с представителями подразделений ядерного центра добавила еще больше уверенности. В будущем стоит жить и работать в ЗАТО. Нас вводят в курс дела, чем мы будем заниматься, где мы будем заниматься. На данный момент я приехал в Саров. То есть здесь это одна из площадок, на которых я могу себя реализовать, могу построить здесь карьеру как физика и заниматься чем-то связанным с моей специальностью. Практика собеседований, когда студенты ведущих вузов приезжают в города, где в них есть потребность, как высококлассных специалистов, существует не первый год. Подобные встречи идут на пользу и студентам, и работодателю. Первые находят коллектив и работу по душе и призванию. Вторые аккумулируют лучший научный потенциал страны и создают все условия для выполнения самых сложных научных задач. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Служба новостей Саров, 24. Во дворце детского творчества стартовал новый сезон проекта «Профтренд». По результатам опроса больше всего ребят интересуют преподавание, медицины и программирование. Поэтому героями первых встреч решили сделать представителей этих специальностей, начав с педагогов. Ребята, которые пришли во дворец детского творчества, узнали о том, что на самом деле представляет собой работу учителя со всеми плюсами и минусами. На встречу в рамках проекта «Профтренд» с учителями школ города пригласили только тех ребят, которые уже в седьмом классе решили свое будущее связать с работой педагога. История такого выбора у всех схожи. Вдохновение пришло во время урока у любимого преподавателя. Екатерина Митясова себя видит в кабинете русского языка и литературы и уже сейчас набирается опыта в стенах родной школы. У нас вся женская линия моей семьи – это учителя. Я уже как-то внимаю от бабушки, от мамы. И уже как-то более-менее общаюсь с учителями на одном уровне. И они вызывают меня к доске и говорят, вот давайте нам Катя сегодня объяснит эту тему. Она готовилась и меня все слушают. Каждый раз, выходя к доске и выступая перед одноклассниками, Катя верит. Она еще на один шаг ближе к своей мечте. Сегодня девочка внимательно следит за тем, что делают и говорят ее учителя, чтобы себе в копилку забрать только лучшие черты современного преподавателя. Лучше быть и строгим, и требовательным, в то же самое время добрым и веселым учителем. Потому что это, наверное, больше к детям, и они больше от этого привыкают к тебе. Виталий Казарес – один из тех, кто пришел на профтренд с другой целью – максимально объективно и интересно рассказать про свою профессию. Сам он о карьере педагога никогда не думал и учиться пошел в Саровский физтех. Изначально я не пошел на педагога. Я пошел в наш Сарфти. И в этот же момент я пошел работать параллельно в третьей лицеи лаборантом. И я просто шесть лет там работал. И в первые два года я понимаю, нет, это не мое. Я должен ходить в Сарфти и должен идти педагогически. По мнению мужчины, для того, чтобы стать педагогом, нужно глубоко осознать желание обучать других. Преподавателям невозможно стать, посмотрев фильм или прочитав чью-то биографию. Выбрав работу по душе, Виталий Казарес нашел и подход к своим ученикам. Во-первых, не надо ставить намного выше себя, чем учеников. Конечно, не ставишь себя на один уровень, чуть выше. Не надо себя превозносить. Нужно относиться даже как к равным, можно сказать. В форме диалога ребята и учителя обсудили вопросы, как стать хорошим учителем, каких учеников больше любят преподаватели и как идти к своей мечте. Некоторые ответы ребят порадовали, какие-то нет. Главный результат этой встречи один теперь школьники. Выбор своего жизненного пути сделают более осознанно. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Диплом первой степени за лучший репортаж завоевали юные журналисты Дворца детского творчества. Они привезли домой награду 4-го фестиваля телевизионной журналистики «Атом ТВ», который собрал юных корреспондентов из городов присутствия «Росатома». О том, в каких интересных местах побывали юные корреспонденты «Серебряного пёрышка», у кого брали интервью и чьи мастер-классы посетили, расскажем далее. Побывать в студии программы «Вести» за 3 минуты до эфира, пообщаться с ведущими популярной утренней передачи, задать вопросы сенатору Федерального собрания. Для Кирилла Новикевича и Андрея Махмудова это стало возможным благодаря участию в фестивале «Атом ТВ». Казалось бы, еще недавно я был в своем небольшом провинциальном городке, а уже сейчас готовлюсь зайти в Совет Федерации. Это начало репортажа ребят «Московская осень» с «Атом ТВ» о том, как проходили фестивальные дни в столице. В жестких условиях молодой съемочной группе пришлось на ходу придумывать тему ролика и интересный ракурс для съемки, так как штатив в режимной издании брать не разрешили. Сендап нужно писать, и желательно статичный. Я решил лечь, пользуюсь таким методом, всего ради хорошего кадра. Мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми. Два дня в Москве и два в Заречном. В небольших перерывах ребята брали интервью сенаторов, телеведущих, режиссеров, чиновников и журналистов. В итоге полученный репортаж удостоился диплома первой степени в номинации за человечное обращение героя сюжета. Мы решили подойти к ним как к людям, а не как к профессионалам. Рассказали именно о их личностных качествах, о том, как они ведут себя с детьми, с людьми. И сделали про это ролик. Юнкор и Андрей на фестивале больше интересовали мастер-классы по написанию текстов и работе в кадре. Кирилла, как будущего видеооператора, привлекала новейшее профессиональное оборудование студий федеральных каналов. Каждый из ребят извлек для себя что-то полезное и интересное из фестиваля. Можно заметить, насколько они выросли профессионально, насколько они творчески подходят теперь к своему делу. То есть это уже, я считаю, почти профессиональные журналисты готовые. И все это благодаря участию в этом проекте. Дипломы победителей стали для мальчишек стимулом к развитию и совершенствованию своих навыков. Ребята вернулись в фестивали с новыми творческими идеями. Сейчас они работают над новым проектом, который пока держат в секрете. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Осенняя депрессия не существует, утверждают американские ученые. Исследователи попытались доказать, что плохое настроение и состояние апатии никак не зависят от времени года, безусловно. Осенью люди страдают от нехватки солнечного света. Но, по мнению экспертов, это не депрессия. Однако с наступлением холодов многие обращаются за помощью к медикам и психологам с жалобами на обострение хронических заболеваний и ухудшение настроения. Наша съемочная группа выяснила, как справиться с осенней хондрой. С первыми желтыми листьями и холодными дождями многим людям становится тоскливо и все валится из рук. Так начинается осенняя хондра. Главная причина этого состояния – недостаток света. Солнечное голодание снижает жизненный тонус, из-за чего некоторые люди становятся вялыми, заторможенными, испытывают эмоциональный дискомфорт. Первое, если мы говорим о том, что меняется световой день, значит, важно окружить себя каким-то ярким светом. Наверное, об этом нужно позаботиться самому. И, может быть, больше освещения. Если выдаются солнечные осенние дни, побольше гулять, наслаждаться этими осенними днями. Осеннюю хондру можно прогнать и с помощью ярких красок. Ученые доказали, что цвета действуют на человека по-разному. Одни успокаивают и настраивают на позитивный лад, другие, наоборот, возбуждают и обостряют чувства. Например, оранжевый поднимает настроение, фиолетовый – это цвет воодушевления, красный – символизирует энергию и творчество. Вот подумайте, где вы можете расставить такие цветовые акценты, на которые бы вы как-то поглядывали, которые были в поле зрения. Они действительно будут очень поддерживать и вдохновлять. Елизавета Пичугина любит ярко одеваться. Она считает, что осенью – это главный способ в борьбе с тоской и унынием. Настроиться на позитивный лад ей также помогают музыка, любимые фильмы и хобби. Но радость живого общения, по мнению девушки, ничто не может заменить. Побольше гулять и проводить время с друзьями. Это, мне кажется, самое лучшее, что может быть в осенних хандре, способы. Потому что друзья не всегда веселят. Психологи советуют не зацикливаться на смене времен года и непогоде, а использовать этот период для того, чтобы успокоиться от бешеного ритма, сделать определенные выводы, помечтать и двигаться дальше, навстречу новым впечатлениям. Превратить свою жизнь в праздник можно даже осенью. И способов для этого много. Почувствовать себя настоящим комиссаром или мафиози может каждый желающий. Почти четыре года в Сарове существует клуб салонной мафии «Закрытый город». Каждую неделю он собирает на своих играх горожан различного возраста и профессии. Мафиозники регулярно выезжают на областные и общероссийские турниры и становятся лучшими игроками региона и страны. А 17 ноября «Закрытый город» откроет свои двери для новичков. Для одних он Александр Прапорщиков, сотрудник ядерного центра, для других – господин Лазер, мастодонт в мафии. В рядах мафиозников Александр с первого дня основания клуба «Закрытый город». Молодой человек принимал участие во многих турнирах и не раз становился лучшим игроком. Салонная игра помогает ему приобретать новые знакомства и развивать в себе определенные качества. Главное не волноваться, держать себя в руках. Самое главное в мафии, вообще в игре, это она чему учит. Это сдержанность, чтобы ты был сдержан, холнокровен. Ну, даже если ты мафией первый раз играешь и промахнулся, даже ты не должен себя выдать, ну, то есть играть свою роль. В мафии нет имен, здесь только ники. Среди игроков можно встретить салфетку, сладкоежку, зябличко, господина никто и даже счастливчика. Главное правило – быть предельно осторожным. Чтобы вычислить мафию или, наоборот, скрыть от других свою черную карту, нужно уметь логически думать и грамотно излагать свои мысли. «Мафия – это весело, это круто. Здесь ты можешь найти новых друзей, здесь можно очень интересно пообщаться, выпить вкусный чай, кофе, ну и просто провести вечер в отличной компании». Быть членом клуба «Салоны мафии. Закрытый город» – это не только проводить вечера в молодежном центре за игрой. Мафиозники регулярно принимают участие в областных и всероссийских турнирах, где становятся победителями и привозят домой кубки и медали. Также организаторы стараются придумывать для любителей этой интеллектуальной игры различные акции. Одна из таких – «Тайный друг». Это уже третий раз проводится данная акция. Суть её заключается в том, что 26 человек, 13 мальчиков, 13 девочек в течение месяца дарят друг другу какие-то подарки. Сделать это надо как-то скрытно, чтобы твой друг не узнал. Поэтому акция называется «Тайным другом». А именно 17 ноября на дне рождения мафии будут подводиться итоги этой акции. 17 ноября примерить на себя роль шерифа или дона мафии сможет каждый желающий старше 15 лет. Клуб «Закрытый город» приглашает саровчан на четвёртый день рождения. Игры пройдут в молодёжном центре. Начало в 20 часов. Более подробную информацию в группе ВКонтакте. Выставки, спектакли, концерты и литературные вечера. На канале «16» стартует новый проект о культуре в закрытом городе. Наши журналисты расскажут вам всё о том, что происходит на творческих площадках Сарова. Подробнее о пилотном проекте расскажут его создатели. Новый сезон на канале «16» стартовал две недели назад. За это время наши журналисты уже успели поведать вам несколько интересных историй нашего города, которые происходили несколько десятков лет назад. Рассказать последние новости из мира кинематографа. Поделиться размышлениями малышей об осени. В эфире нашего канала зритель уже мог видеть свежие выпуски любимых программ и даже спецвыпуск соседского Wi-Fi. Но нам по-прежнему есть чем вас удивить. Уже в это воскресенье на ваших телеэкранах появится новый проект под названием «Культ поход», который призван развенчать миф о том, что в Сарове совершенно некуда сходить и нечем заняться в свободное время. Сталкиваясь непосредственно каждый день с разнообразными интересными мероприятиями в сферах культуры, понимая, что на самом деле в городе много чего интересного происходит. Хочешь, чтобы саровчане об этом знали. Формат программы – это дайджест или по-другому можно даже сказать гид по культурной жизни города. Премьеры спектаклей, гастроли, концерты, программа «Культ поход» придется по душе каждому жителю нашего города. И тем, кто считает себя истинным ценителем искусства и не пропускает ни одного открытия выставок. И тем, кто выбирается в театр или музей лишь раз в несколько месяцев. Наша программа подойдет для зрителей абсолютно любого возраста, потому что в культурной жизни города происходит очень много интересного как для детей, так и для людей взрослого и даже зрелого возраста. Также в нашей программе мы будем рассказывать не только о культурных событиях, но и о интересных личностях, которые тем самым искусством и занимаются. В нашем первом выпуске у нас будет выйдет большое интервью с народным артистом России Евгением Князевым. И наша съемочная группа имела уникальную возможность пообщаться с этим очень важным деятелем театра и даже современного театра, вообще о судьбе этого направления искусства сейчас в стране. А еще литературный вечер в библиотеке имени Маяковского, гастроли спектакля «Супруги Каренина», съемки проекта, «Десять песен атомных городов» и многое другое. Все это смотрите в первом выпуске программы «Культ поход» уже в это воскресенье в 8 часов вечера. В спорткомплексе «Авангард» завершилось первенство по баскетболу в рамках спартакиады ядерного центра. На протяжении месяца за звание «Лучшего» боролись 12 сборных. В финальной встрече встретились спортсмены из команд «Союз» и «Старт». Как проходили игры за первое место и как распределились места на пятистале почета, расскажем в следующем репортаже. Игра выдалась динамичной, богатой на острые атаки и интересная комбинация. Дмитрий Климов считает, что в баскетболе важна именно командная игра и заброшенная в корзину мяч – это итог результативных передач товарищей. Соперник он знает очень хорошо и готов к тяжелой, но справедливой борьбе. Соперник у нас очень серьезный по финалу. Это неоднократный победитель спартакиада вне по баскетболу. И на протяжении последних лет он занимает все время практически первое место. Нам будет очень трудно в финале. Дмитрий играет в баскетбол уже более 20 лет и за эти годы вычислил для себя формулу успешного матча. Для победы важна не только хорошая физическая подготовка, но и психологическая устойчивость, так как баскетбол учит сражаться до конца и быть хладнокровным в любой ситуации. Иногда один точный трехочковый бросок помогает команде вырваться вперед и решить исход игры. Игры порой складываются не очень легко, психологически сложно выдержать все 40 минут игры. Бывают очень напряженные концовки, где буквально одна-две ошибки может повлиять на исход матча. Спартакиада по баскетболу традиционно собрала 12 команд из различных подразделений ядерного центра. Почти месяц и выходные дни работники предприятия на спортивной площадке выясняли, чья тактика и стратегия ведения игры наиболее успешна в борьбе за владение баскетбольным мячом. В этом году было создано две группы, по шесть команд в группе, из которых выходило четыре сильнейших команды и они играли уже полуфинал, финал. Борьба за первое место закончилась со счетом 76-50 в пользу Союза. Команда «Старт» стала серебряным призером. Тройку лидеров замкнула команда «Буревестник». Четвертое место у сборной завода «Авангард». Около двух недель хоккейный клуб «Саров» провел на выездных играх и, наконец, наши спортсмены вернулись в родные стены. Соперниками «Саровчан» в последних двух домашних играх стали хоккеисты из Китая. В первом матче исход игры решила шайба, заброшенная в овертайме, и хоккейному клубу «Саров» не удалось вырвать победу. Но в этот раз саровские спортсмены прервали затянувшуюся серию неудач. Лед буквально плавился под ногами хоккеистов обеих команд. В первом периоде Ценг Тоу решительно атаковал саровских спортсменов и на первых минутах распечатал ворота соперников. Но хоккейному клубу «Саров» удалось забросить ответную шайбу. Второй период прошел сухую, а вот в третьем командам удалось забить еще по одному голу. В итоге основное время закончилось со счетом 2-2. Просто сегодня уже на удивление интересно смотреть и болеть за наших хоккеистов. Игра равная. Шайба может залететь, как и в те, и в наши ворота. Я все-таки думаю, что в наши победят. Мы победим однозначно. У нас других вариантов нет. Сегодня? Выиграем. Выиграем сегодня. Определить победителя матча не удалось и в овертайме. И началась самая интересная серия буллитов. Исход игры решил удар саровского спортсмена Владислава Грибова. У нас тренер по вратарям есть, он говорит, как вратарь стоит. Ну и пацаны тоже сейчас подсказали маленько. Победа в этом матче очень значима для наших спортсменов. Им не просто удалось одолеть сильного соперника, но и прервать затянувшуюся серию неудач. Тренеры команды из Китая отметили, что проиграли отличной команде, заслужившей победу. У нас сегодня играть, честно говоря, откровенно говоря, не получилось. Сыграли на уровне только первый период. В остальном сделали очень грубые ошибки. Много было, считаю, что других ошибок, и две из них завершились заброшенными шайбами нашего рота. На сегодняшнюю игру отпечаток накладывало шесть поражений подряд. И очень хотелось выиграть. Соперник был достойный. Но по булитам нам повезло. Эту победу наша саровская ледовая дружина посвятила своим болельщикам и приглашает их на следующий домашний матч, который пройдет 9 ноября против команды «Ишталь». А уже 28 октября наши спортсмены скрестят клюшки в Казахстане против местного «Торпеда». Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До встречи через неделю. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова